Всем привет, меня зовут Азат, вы находитесь на канале Автосправочная. Наверняка многие автолюбители, особенно в зимнее время, сталкивались с такой проблемой, как разряженный аккумулятор автомобиля. Чаще всего это происходит в двух ситуациях, либо на улице сильный мороз, соответственно, за время стоянки в ночное время емкость аккумулятора падает, и ее уже не хватает для того, чтобы провернуть стартеру коленвал и запустить двигатель. Либо вторая ситуация, которая может произойти и в теплое время года, это когда человек просто-напросто забывает, например, выключить фары автомобиля, либо плафон освещения в салоне, либо музыку и так далее. Соответственно, все эти включенные приборы за короткий промежуток времени разряжают аккумулятор автомобиля буквально в ноль, и запустить его уже не удается. Раньше в таких ситуациях использовались три наиболее популярных решения данной проблемы. Первое – это найти какой-то другой автомобиль и от него прикурить, если у вас есть пусковые провода, то есть соединить аккумуляторы напрямую и завести разряженный автомобиль с разряженной батареей. Второе – это либо толкать автомобиль, опять же, при помощи других людей, либо взять его на буксир при помощи троса. Здесь, опять же, нужен второй автомобиль, то есть второй участник. И третье – если вы недалеко от дома, к примеру, или от места работы, и у вас дома или на работе есть зарядное устройство от сети, то вы просто-напросто снимаете разряженный аккумулятор, тащите его к себе домой или на работу, и в течение нескольких часов отогреваете и заряжаете от сети. Соответственно, все эти способы либо довольно-таки непростые, либо длительные. То есть, если вам надо машину прикурить или отбуксировать тросом, нужно найти человека, который будет проезжать мимо и у которого будет время на это. Если вы тащите аккумулятор для зарядки домой, то это нужно зарождать, то есть ты потеряешь как минимум половину дня, прежде чем он зарядится, и ты сможешь выйти запустить машину. Однако, уже довольно-таки давно появились устройства, которые позволяют самостоятельно в одиночку запустить двигатель с разряженным аккумулятором. Это пускозарядное устройство. В этом видео хочу поделиться детальным обзором пускозарядного устройства Bossler. Чтобы узнать, каким образом вот такая небольшая коробочка поможет вам запустить автомобиль даже с полностью разряженным аккумулятором, использовать без прикуривателя автокомпрессор, пылесос, заряжать свои различные гаджеты, обязательно досмотрите это видео до конца. Для начала давайте посмотрим, что входит в комплектацию данного устройства. Само устройство и все аксессуары упакованы в одонепроницаемую сумку-чехол. Она подходит как для хранения, так и для удобной переноски. Модель обладает малыми габаритами и весит всего 600 грамм. Она не занимает много места, что позволяет с легкостью брать ее с собой в дорогу. Внутри находится само пускозарядное устройство. Благодаря пиковому току 2500 А, Bossler BoostPow L8 способен за считанные секунды запустить двигатели объемом до 8 литров, как бензиновые, так и дизельные. Литий-ионный аккумулятор емкостью 22000 мАч позволяет выполнять до 30 запусков двигателя на одной зарядке. Модель поддерживает инновационную технологию QDSP. Она позволяет аппарату выдавать пусковые токи до 5 раз больше, чем устройство такой же емкости. Благодаря этому можно запустить двигатель даже при полностью разряженном аккумуляторе автомобиля. Модель оснащена портом Type-C и двумя USB-выходами 5 В 3 А и 5 В 2 и 1 А, которые совместимы практически со всеми USB-устройствами для зарядки, включая телефоны и планшеты. Благодаря высокому показателю емкости зарядка осуществляется в 1,8 раза быстрее, чем на стандартном зарядном устройстве. Устройство оснащено толстыми качественными пусковыми проводами, зажимами для подключения к аккумулятору автомобиля. Зажимы выполнены в разных цветах и помечены плюс и минус. Кроме того, входные отверстия устройства имеют разную форму, благодаря чему исключено неправильное подключение проводов. Данное устройство способно не только заводить двигатель автомобиля, но и питать другие аксессуары, такие как компрессор или пылесос, с помощью порта постоянного тока. В комплект входит адаптер для зарядки устройства и кабель к нему под разъем Type-C. Заряжать устройство можно от обычной домашней розетки. И последнее, что входит в комплект, это инструкция и гарантийный талон. Итак, давайте проверим возможности данного устройства. Для этого я специально оставил машину с кученными фарами и светом в салоне, чтобы АКБ полностью разрядилось. Итак, пробуем завести. Батарея разряжена настолько, что стартер не может провернуть коленвал даже на один оборот, а подсветка приборки гаснет при попытках пуска двигателя. Для запуска двигателя мы сперва присоединяем пусковые провода к устройству. При этом должен начать мигать светодиодный индикатор, показывающий готовность к работе. Далее присоединяем зажимы проводов к клеммам АКБ. Красный это плюс, черный это минус. Пробуем завести. И вот двигатель завелся, что называется, с полпинка. После этого нужно выйти и отсоединить устройство от АКБ автомобиля. Устройство также оснащено универсальным светодиодным фонарем, работающим в четырех режимах. Обычный режим, когда фонарь светит непрерывно и его можно использовать, к примеру, для освещения салона, багажника, замены колеса в темноте и так далее. Следующий режим это стробоскоп, в котором фонарь мигает. Также здесь есть режим SOS, в котором фонарь посылает световые сигналы с определенной частотой, которые соответствуют международному сигналу просьбы о помощи. И последний это режим предупреждения, при котором фонарь посылает сигналы красно-синего цвета, как мигалки автомобилей экстренных служб. Поэтому устройство можно использовать как обычный фонарь, а также применять его для обозначения автомобиля, к примеру, на месте ДТП или вынужденной остановки. Вот такая вот информация. Таким образом, если у вас под рукой есть такое устройство, у вас всегда будет вариант B для того, чтобы запустить двигатель даже с полностью разряженной АКБ. Кроме того, в обычных ситуациях вы можете использовать его для питания различных автомобильных автоаксессуаров и зарядки различных устройств. Узнать более подробную информацию об этой модели, а также приобрести ее, вы сможете по ссылке в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным, интересным. Что вы думаете по этому поводу? Своим мнением вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok